Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира – рынок страхования. Мы поговорим о том, как он себя чувствует в нынешние времена, о новых вызовах, которые диктуют ему эти же самые непростые времена, и об особенности регулирования, о неких технологических моментах. Поговорим об этом с профессионалами этой темы. Сегодня в студии Сухого Остатка Елена Подберезская, председатель Совета директоров БИН Страхования. Добрый день, Лена. Добрый день. И в студии Сухого Остатка Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт РА». Добрый день, Павел. Добрый день. Ну что ж, сразу же начнем, давайте, беседу. Итак, рынок страхования России. Можно, в принципе, да, Лена, говоря о рынке страхования, подчеркнуть, что это рынок страхования России, то есть у него есть некие особенности, или он в общем тренде, в общем мировом тренде, и ничем принципиально не отличается, как вы считаете? Да нет, к сожалению, он сильно отличается от развитых стран. Да, сегодня по многим показателям мы все-таки находимся в статусе развивающегося рынка, и с этим связано, наверное, большое количество проблем, которые существуют в страховании России. Так, уже вот сразу некие векторы, да, Лена нам наметила. Итак, давайте говорим о многим вещам, да, мы относимся к развивающимся рынку, отличаемся от рынков развитых, вот что это за вещи, что это за обстоятельства, и, соответственно, почему это так, это уже следующий разговор. Паша, ты согласен, да? Да, я согласен, у нас есть действительно такие особенности, которые связаны с тем, что у нас практически отсутствует страхование жизни, вот, например, да, это ключевой общий вид. Ну, он, конечно, есть такой сегмент, но это очень мало, и очень маленькие сборы, маленькие... Разве это жизнь, я так попытаюсь попутить, да, какая это жизнь, если что-то страховать. Это, наверное, первое, что приходит в качестве главного отличия, потому что даже не то, что в наиболее развитых странах, даже если мы берем страны, которые, в принципе, сопоставимы или даже ниже по уровню развития, везде есть страхование жизни достаточно большой сегмент. Это способ как раз накопления сбережений населением на большой срок, да, и обеспечивать, собственно, себе и своим близким какие-то поступления, старости и так далее. Ну, это очевидно, да, или рисковое страхование на случай смерти, да. Вот это у нас практически отсутствует. Это у нас отсутствует ли оно по какой причине? Это связано с чем? Экономическими условиями России, непростыми? Или ментальность здесь работает, например? Ну, наверное, здесь несколько факторов. В первую очередь, наверное, неверие наших людей в то, что в долгосрочной перспективе их деньги останутся целыми, и они смогут их получить обратно. Мы помним с вами много примеров даже за последние 20 лет, когда люди были разочарованы в вопросе накоплений. И помимо этого, конечно, наверное, исторический путь развития России до начала перестройки, когда, в принципе, мы о каких-то рыночных механизмах стали говорить, он, наверное, не способствовал тому, чтобы у людей складывалось понимание необходимости откладывать деньги и обеспечивать себя в старости. Об этом вроде бы как все говорили, но дальше, чем там бабушка где-то там спрятала... Дальше разговоров это... Ну, и тем не менее, вот в чем же глубине... Это, мне так кажется, что это на уровне инстинкта, обычного человеческого инстинкта. Вот я живу сегодня, но я знаю, что хотел бы жить достаточно долго, и тогда вот, да, через... По прошествии многих лет, чем я буду жить, на что я буду жить, ну, я уж не говорю о страховании жизни непосредственно, да, это вполне логично, мне кажется, это вот на уровне человеческого инстинкта. Наверное, это логично, но, извините, задам вам нескромный вопрос. У вас лично есть страхование в вашей жизни? Лена, Лена, поймали меня. Нет. Вот видите. И, к сожалению... И все эти разговоры, да? Да, и, к сожалению, даже если мы спросим в аудитории людей, близких к страхованию, как много из них имеют личную страховку жизни, личную страховку от несчастного случая на случай, если с ними что-то случится, чтобы их дети не остались там... А близкие к страхованию, это непосредственно даже работающие страховые компании? Даже обычно рядовые сотрудники, работающие в страховых компаниях, я думаю, не ошибусь, если скажу, что процентов 70 не будет иметь таких страховок. Боже мой. Паша, опять-таки, нелогично, что если я сотрудник страховой компании, у меня есть какой-то обязательный в данном случае статус, я должен как минимум иметь эту, эту и эту страховку. Это корпоративная этика такая, нет? Это корпоративная этика, конечно, да, но, конечно, сотрудников страховой компании не заставляют всех поголовно страховаться по всем видам, но как раз вот действительно это очень хороший индикатор, что даже люди, которые в этой сфере, в принципе, они понимают, зачем это надо. Они сами же ходят и рассказывают нам с вами, зачем это надо. Ну, я думаю, что может сыграть какую-то роль положительную две вещи, которые сейчас обсуждаются. Первое – это создание гарантий по страхованию жизни, по аналогии с депозитами. Гарантий государственных, имеется в виду. Ну, гарантии, которые будут так же, как вот фонд страхования вкладов, точно такая же система. Скорее всего, она будет так же передана АСВ, АСВ трансформируется в некое агентство, которое будет гарантировать по всем финансовым рынкам, и банки, и страховые компании, пенсионные фонды. Мне кажется, это достаточно важный будет элемент, потому что, по крайней мере, уже в части вот такого страха, что компания обанкротится, и так как это все-таки достаточно существенная, может быть, величина, достаточно большая сумма, что гарантия есть. Вопрос только в том, какая будет, так сказать, квота, лимит на эту гарантию, потому что по депозитам лимита он установлен, он, в принципе, более-менее соотносится с мировыми лимитами, то есть в мире во многих системах он примерно на том же уровне. Грубо говоря, 20-30 тысяч долларов – это вот… Да, тиреевро, да, совершенно верно. Ну да, то есть оно примерно соответствует. Вот в страховании жизни, по идее, да, должен быть лимит-то больше. Безусловно, конечно. Потому что это же как бы… Это жизнь. Да, это жизнь, и это накопление, которое должно обеспечивать какой-то большой… Кстати, а есть примеры, как это в Америках, эта сумма, как она выглядит в Европе, эта сумма? Да вот по-разному. И, кстати говоря, не очень так уж много стран, где гарантия распространяется на страхование жизни. Просто у нас это как раз может быть ключевым фактором. Вот в чем мы… Как раз вот у нас есть отличие, что у нас очень слаборазит именно вот этот сектор, и нам нужен какой-то рывок здесь. Мотив какой-то, да, мотив. Да, его нет. Вот, возможно, гарантия как раз такой стимул и будет. Ну, я все-таки еще раз, да, Паша, извините уж за занудство, я все-таки еще раз хотел бы подчеркнуть, действительно ли неуверенность моя в сохранности моих вот этих вот, да, вложенных средств, да, заставляет меня не страховать, не заниматься этим вопросом, или просто какие-то есть еще более глубинные. Наверное, все-таки в менталитет входит еще нежелание думать о будущем. И надежда на то, что, ну уж государство меня там, наверное, как-то не оставит. Еще более того, да, я согласен, Лена, есть еще такая, на мой взгляд, очень, я бы сказал, неоправдная фраза, да, что государство мне должно, оно мне все время что-то должно. Ведь, наверное, это не очень правильно, да? Нет, это неправильно. На самом деле мы имеем то государство, которое мы сами же, в общем-то, создаем, мы все участвуем в этом. Но вот, наверное, это исторический этап развития, и пройти еще должно энное количество лет, прежде чем менталитет уже у наших детей изменится, а может быть, даже у их детей, не сразу у наших. У нас же есть такой пример еще, что некоторых, вот, допустим, не страхование жизни берем, страхование даже имущества, да, а опасные зоны для, там, допустим, наводнения, вот то, что у нас, собственно, уже последние примеры были, люди почти нигде не страховались, то есть там какие-то... Ну, это опять на уровне, да, я работаю в страховой компании, а застраховаться... Ну, да, да, они знают, что это опасная зона, это риск наводнения высокий, они знают, что они строят жилье там, и не страхуются потому, что они тоже знают, что точно государство сделает выплату, причем она покроет стоимость их жилья, которое было, а, скорее всего, государство построит им просто новое жилье там же, и они снова его не будут страховать и дальше. То есть, подожди, оно им построит или сделает выплату, независимо от того же страховства? Да, в том-то и дело, и они знают, что государство это сделает у нас. Но на сегодняшний день именно так и происходит, потому что страхование от наводнения, оно еще не так сильно распространено, только единичное, добровольно, пока оно, наверное, не станет обязательным, у нас так и будут люди надеяться на государство. Я бы сказал так, что некоторые считают, что это признак такого социального государства, что оно в любом случае покрывает такие убытки. Но заметим, что как раз в социальных государствах, то есть, допустим, западная Европа, особенно Северная Европа и так далее, такие штуки не проходят, абсолютно. Это не является по признакам социального государства. Социальное государство должно покрывать какие-то неожиданные расходы и ущербы форс-мажоры, которые нестрахуемы, или то, что, в принципе, действительно какое-то очень масштабное бедствие, и риск, который был застрахован, не покрывается. А если это достаточно стандартный, причем распространенный в этой местности очевидный риск, то государство не должно брать на себя такое обязательство. Потому что это на самом деле, по сути, государство, в смысле это мы. Мы люди, остальные, которые платят налоги. Ну и получается вот этот пример очень яркий. Спасибо тебе большое. Он получается таким замкнутым кругом. С одной стороны, государство само заставляет вот эту инфантильную позицию нас занимать, а мы, соответственно, делаем это потому, что уверены, что государство родное меня не обоняет. И забавно, что все-таки, мне кажется, при этом огромное количество претензий к государству. Каждый раз мы предъявляем. А вот с этим-то как бороться? Надо сказать, надо сделать самому государству сказать, что, ребят, все, извините, мы вас предупреждали, вы этого не сделали, до свидания. Ну, наверное, рано или поздно мы к этому придем, потому что все чаще и чаще говорится о том, что необходимо ввести обязательные виды страхования, в том числе недвижимости, которые владеют собственники. И уже тогда люди будут думать строить... А, кстати, извините, пожалуйста, а вот то, что сейчас приходит в этих платежечках, это необязательно ничего. Это добровольное. Это вы имеете право либо заплатить, либо не заплатить, и от этого будет зависеть, принимаете вы эту оферту или не принимаете, страхуете, не страхуете. Вопрос только в том, что когда мы все будем обязаны страховать то имущество, которое мы купили, либо построили, то лишний раз будут думать люди, строить этот дом на берегу или все-таки отступить 100 метров. Потому что риск сразу смещается. Здесь он больше, здесь он меньше, и страховка будет стоить. В принципе, нет ничего страшного, с другой стороны, в субсидиях на страхование. То есть часть расходов на страхование компенсирует, наверное, разумно в таких случаях. Особенно, если вводится оно как обязательное, особенно в тех регионах, где какой-то повышенный риск. Ничего страшного в этом нет. Но субсидировать именно сам взнос, а не выплату просто, когда не застраховано, и дальше уже компенсация нужна самого ущерба. С точки зрения экономической это намного выгоднее, потому что премия намного меньше, чем тот ущерб, который может произойти. Я понял. Огромное спасибо. Мы сейчас прервемся. Буквально несколько минут новости на Финам.ФМ. А потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Елена Подберезская, председатель Совета директоров БИН Страхования. И Павел Самиев, заместитель генерального директора, эксперт РА. Мы обсуждаем сегодня тему, связанную с рынком страхования России. Говорим о неких новых вызовах и особенностях регулирования этого рынка. До новых вызовов мы еще дойдем. Со временем я хотел бы от вас более детально, если это можно, уважаемые гости, продолжить этот перечень. О чем идет речь, если мы говорим о страховании. И уж тем более в ближайшей, хотелось бы верить в перспективе, это страхование станет обязательным. А что еще принципиально важно, помимо страхования жизни и... Да, ну на самом деле, я немножко отступлю на шаг назад. В самом начале был вопрос, действительно ли так наш рынок специфичен и отличается принципиально от других стран. Есть такой миф, что в России, особенно по сравнению с другими даже странами, не любят страховые компании. То есть клиенты настолько недовольны работой, то есть настолько какой-то антагонизм приобрет между клиентом и страховщиком. Это, кстати, тоже может быть поводом того, что я... Просто при упоминании слова страхование меня сразу коробит. Но на самом деле в мире примерно такая же ситуация, потому что... Ну, два фактора. Первое. Со страхованием, в принципе, человек сталкивается, как правило, в какой-то критический момент, и это уже что-то негативное. Да, ассоциация уже... То есть это логично, да, что при слове страхования... Поэтому, конечно же, не то чтобы это явно плохое отношение к самим компаниям. Ну, просто вот к этой теме, да, ну и плюс не очень, может быть, удобная тема, когда заходит речь уже о страховании жизни, здоровья. То есть, ну, в принципе, такая не очень удобная тема. Тонкая, тонкая. Тонкая, да. Вот. И второй фактор, да, это то, что... То есть если позволишь, да, вот имидж страховой компании в данной ситуации, это важно. Вот хотелось бы тоже... Да, вот сейчас как раз на эту тему хотел сказать. И второе, то, что клиент в данном случае сначала отдает свои деньги и получает как услугу, да, сначала, как, по сути, что он покупает, обещание в случае, если будут условные условия, получат выплату. И вот здесь есть принципиальная как раз разница. Вот если первый пункт, что как бы отношение в целом, ну, такое, не очень позитивное, потому что это сложная тема и тонкая, да, то второй как раз пункт, он принципиально отличается в России и на Западе. На Западе люди относятся совершенно спокойно к этой теме, то есть... То есть если пообещали, да, я знаю, что... Да, человек понимает, что он платит за свое спокойствие в будущем. И это тоже вполне себе услуга, и он так ее расценивает. В России есть почему-то такое восприятие очень странное, что человек платит для того, чтобы получить потом обратно точно деньги, и лучше больше. Еще больше. То есть это как бы способ заработать деньги. Да, то есть какой-то там вот, ну, кто-то по-разному называет. Отбить страховку называется. Отбить очень хорошо темно. То есть платишь 100, там, не знаю, 100 рублей, получаешь 120, 150, да. Вот, некоторые почему-то вообще, ну, там, видимо, в голове какая-то есть такая особенность у некоторых людей, считают, что нужно прямо вот действительно получить с прибылью, то есть вот... То есть это вид бизнеса. Да, вид бизнеса такой, отдал деньги, как в банк, да. Потом вернул, к тому же еще и, если это ремонт, там, допустим, автомобиля, еще и ремонт обеспечивают, да. Вот, то есть на самом деле это как раз вот это явное отличие России от Запада, и в этом страховые компании сами точно не виноваты. Если есть какие-то проблемы, там, другого плана с имиджем, в том числе, там, с качеством урегулирования, с тем, что не всегда это удобно, не всегда это быстро, да. А вот это вот отбить страховкой, я даже не понимаю, откуда взялось. Почему-то это наша какая-то вот особенность. Ну, наверное, все-таки нельзя сказать, что это только российская особенность. Наверное, еще есть несколько стран. Я тут недавно много работала с консультантами международными как раз по поводу стратегии развития страхового бизнеса, какие варианты есть на рынке. И, как я поняла, это как бы развивается, очень, кстати, распространено в автостраховании в Италии, там также ментально относятся. Ну, в Италии, да, похоже, чем-то. И еще, как бы, как иногда говорят консультанты, ваш бизнес очень похож с индийским. Вот индусы любят потратить копейку, а получить в 10 раз больше. Вот это также менталитет наших сограждан. Наверное, потому что есть такая вот позиция в стране, что страховщики – это большие деньги, на них можно много заработать. Все очень любят чужие деньги. В этом смысле, да. То есть человек богатый – это, как правило, жулик, поэтому ничего страшного. Ничего страшного, если он еще… Мы сего и поимеем, конечно. Ну, как вот, да, у меня там какая-нибудь машина, да, страховая компания такая, машина стоит 100 тысяч там дать. Да, ну, причем, знаете, что еще особенность нашего, наверное, бизнеса, если говорить про авто, авто, все-таки большой кусок бизнеса в России составляет… Автострахование. Автострахование, да. У нас почему-то все считают, что страховка – это способ поддерживать машину в новом состоянии. То есть это естественный процесс, когда ты эксплуатируешь машину, что там сколы появляются, какие-то мелкие трещинки там. Но только в России, или большей частью в России, каждый считает клиент, что ему надо приехать, заявить в страховую компанию любой скол. И после этого… То есть это должен быть страховым случаем обязательно. Обязательно сделать так, чтобы это стало страховым случаем. Как правило, фиктивно делается, конечно, да. Фиктивно, да. У нас способствуют этому наши органы, которые выдают справочки о том, что страховой случай произошел. Ну, вот она пагубная, эта цепочка, она и выстраивается. С одной стороны, мое отношение к страховой компании, да, плюс еще ребята в погонах помогают этому. И вот страховая компания становится монстром, а она вынуждена защищаться, потому что она в конечном итоге тоже… Ну, наверное, стоит вообще-то сказать, что мы рассчитываем на то, что в ближайшее время это изменится. С точки зрения ОСАГО, уже с этого года заработала единая система, которая позволяет нам отслеживать тех владельцев машин, которые… Историю их убытков, точно. Да, да, да. Которые приносят катастрофические убытки, потому что, например, вот недавно в одном из наших филиалов мы отказали клиенту, который в течение года 20 убытков принес. В страховой компании не в нашу, к счастью, но просто мы смогли узнать о том, что в предыдущей компании у него было 20 убытков. Ну, и можно предположить, что действительно вот это каким-то образом… Скорее всего, это какая-то мошенническая схема и способ получения этих денег. Соответственно, если будет эта единая система, а надо сказать, что в европейских странах и в Америке это уже давно работает, то, естественно, неважно, в какую компанию клиент придет, они откроют, посмотрят, пробьют его по системе, увидят, что он убыточен. Это как плохая кредитная история. Да, где-то так. Тариф будет зависеть от того, какая у него была история убытка. Потому что сегодня система бонус-малус в России практически не работает. Бонус? Бонус-малус – это когда либо увеличивается, либо уменьшается страховая премия в зависимости от вашей истории, от того, как вы эксплуатировали этот автомобиль. По сути, в отдельных взятых крупных компаниях, если клиент постоянно обращался и остраховался в этой компании, эта система в той или иной мере существовала, но вот единой такой не было. И это способствовало мошенничеству, когда люди, имея большое количество убытков в одной компании, на следующий год переходят в другую компанию, там создают убытки. Взаимосвязей между компаниями нет, да? Да, нужна единая база. Вот она как раз... Вот сейчас она создается с точки зрения ОСАГО, ну и, соответственно, это поможет в том числе и ФАГО. Кстати, можно сказать о некой тенденции, да? То есть крупный бизнес защищается от недобросовенных своих клиентов, вот именно этим. Я вспоминаю опять, да, кредитной банковской истории, раньше ее не было, и такие примеры тоже, наверное, да, можно, так сказать, вспомнить. Вот данный случай сейчас. Ну, мошенничество вообще на нашем страховом рынке, ну, везде мошенничество страховое есть. Более того, это как только страховой рынок возник, сразу же возникло страховое мошенничество. Это само собой. Ну, я так понимаю, что любой рынок возникает, и сразу возникает желание каким-то образом урвать. В страховании, скажем, наверное, больше все-таки доля именно мошенничества, что здесь сама процедура, да, она способствует этому. Вы даже вспомните классику, да, там, как в США горели эти самые дома, там, и заводы, да, когда там банкротились в том числе люди. И, соответственно, получали выплату, но сами поджигали, да, в принципе, это вот как раз с этого, можно сказать, началось. То есть вот этот фактор, он у нас просто, наверное, больше составляет долю в потерях страховых компаний. То есть приходится снова как бы часть мошенников и выплаты свои получают, естественно, да, не все выявляются. Это очень серьезный бизнес для некоторых структур, то есть создаются специальные прям вот... Именно в страховых компаниях, специальные подразделения для того, чтобы... В страховых компаниях существует специальные подразделения, которые с этим борются, а, скажем так, мошенники зачастую это не отдельные люди. Ну, есть люди, человек, который может... Условно это тоже специальные подразделения. Да, специальные, да, организации даже создаются. Достаточно вспомнить автоподставщиков так называемых, да, что тоже достаточно распространено сейчас. Сейчас уже получается в том виде, как раньше это не распространено в силу того, что как раз есть ОСАГО, да. И, кстати говоря, вот все ОСАГО вообще любят все ругать. И напрасно, да, ты считаешь? Я считаю, зря, потому что как раз, по крайней мере, уж точно, что у нас произошло, это то, что ликвидирована вот эта вот система подстав. То есть она сейчас... Появилась другая. Появилась другая немножко, да. То есть автоподставы сейчас неэффективны именно потому, что есть ОСАГО? Нет, да, потому что человек скажет, что у меня полис, я ничего платить не буду. Зато появился новый вариант, буквально из последненького, когда в прошлом году в июле на страховой рынок распространили действия закона о защите прав потребителей, появились отдельно взятые юристы, которые прямо на месте аварии предлагают тебе, продай мне этот убыток, я тебе вот сейчас отсчитаю денежку с небольшим дисконтом. Да, 50% или 60%? С дисконтом тебе отсчитаю, но я у тебя беру право требования от страховой компании. А дальше они не идут в страховую компанию заявлять убыток, а сразу идут в суд и берут в двойном размере. А чем они мотивируются? Они всегда будут правы? Это же не может быть ничего. А наше, к сожалению, наше законодательство сегодня выстроено так, что клиент, обращаясь в суд против страховой компании, почти всегда выигрывает. Да вы что? Да. Это чтобы прецедентное право такое? Ну, у нас не прецедентное право, но по факту это вот так сложилось. Есть, конечно, действительно, я не могу сказать, что страховая компания, там полностью весь страховой рынок, он такой белый, пушистый, да, и вообще никакого, так сказать, не оказал на это влияние. Безусловно, нет. У нас были громкие банкротства компании, когда, в принципе, было понятно, что компания строит пирамиду. Ну, там, пример вот, есть очень известный, компания даже входила в двадцатку, Ростра. Ростра, компания, у которой было большое портфель и автострахование, и других видов. А что за пирамида, интересно? Пирамида, ну, в смысле, что реально компания работала только за счет того, что у нее все время приходили новые клиенты, выплаты за счет старых. В смысле, старым клиентам за счет новых, да. Реально, как только рост остановился... Приток свежих средств остановился. Да, приток свежих средств остановился, то есть ликвидности нет. Резервы, которые были созданы, они же должны как раз покрывать возможные убытки, да, а их реально не было. То есть они созданы, но активов, которые им соответствуют, это ничего, то есть их нет. Ну, то есть это на бумаге, да, эффективные активы, вот. И, собственно, как только рост прекратился, сразу же компания не смогла свои обязательства выполнить. Часть обязательств, которые по ОСАГО легли на ИРСА, и причем это как раз большая часть. Получается, грубо говоря, все остальные компании, которые свой взнос сделали в фонд ИРСА, заплатили за эту пирамиду. Вот, и, конечно же, и для клиентов это, ну, такой достаточно, с точки зрения имиджа страховой отрасли, удар, да, конечно, плохо. Удар по страховщикам в целом. Да, 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 и можно понять, почему позиция судов, да, она вот такая жесткая. То есть, в принципе, общее сложилось ощущение, что страховые компании многие, да, злоупотребляют. Получается, что суд, да, непосредственно судья или, так сказать, судебный производитель, он, дел производитель, он тоже такую же, да, ментальную позицию занимает. Ну, фактически, да. Страховая компания априори, это плохо. То есть, получается, за счет того, что какие-то страховые компании ухудшили имидж страхового рынка. В целом. Те, кто остались на рынке, причем нормально работают, они из этого страдают. Ну, плюс дополнительный, наверное, фактор, это то, что очень часто в судах говорят о том, что ваш клиент, он априори более слабой позиции имеет, чем вы, потому что вы там, у вас выстроены процессы, у вас юристы, которые работают, вы машина. А они вот несчастные клиенты, хотя, на самом деле, очень часто среди этих несчастных клиентов много мошенников. Совершенно верно, причем вот именно эти темы-то как раз сейчас и затронуты. В принципе, это и есть такой парадокс, на самом деле суд-то не должен занимать чью-то позицию. Конечно, конечно, должен быть объективен. А здесь все-таки позиция есть. Да, да, субъективная. Субъективная, да. Сейчас еще раз мы прервемся с вами. Новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок страхования России, говорим о нем более детально. И очень много подробностей сейчас интересных, как минимум, для меня были озвучены мои гостями. Напомню, сегодня в студии Елена Подберезская, председатель Совета директоров БИН-страхования, и Павел Самиев, совместитель генерального директора, эксперт РА. Продолжим об Ибидже. Вот очень интересная история. Все, о чем вы сейчас рассказывали, в конечном смысле ложится бременем, я бы сказал, таким неподъемным на страховые компании. Я уже, вот, несмотря на то, что у меня позиция, это вполне логично, как простого пользователя этой услугой, да, с огромной армией подобных, но мне становится, да, несколько больно за страховые компании. По крайней мере, те, которые пришли на рынок для того, чтобы действительно, да, работать, работать честно, что называется. Лен, как бороться вот с этой имиджевой потерей? Ну, по крайней мере, я думаю, что в каждой страховой компании, наверное, какие-то стратегические в этом смысле существуют программы. Расскажи, пожалуйста. Ну, конечно, в первую очередь задачи, там, поворачивания бизнеса, там, клиенту, повышение клиента ориентированности. Наверное, нет ни одной крупной страховой компании, которая не ставила себе этого главу угла. Другое дело, кто как это успевает делать. Быстро, медленно, успешно не очень, но все стараются это делать. А, кстати, вы в этом смысле взаимодействуете компании страховые? Потому что, ну, как бы, задача-то общая, глобальная. Ну, наверное, с точки зрения, как бы, индивидуального имиджа каждой компании здесь все работают самостоятельно. Но в целом, мне кажется, что совместными усилиями, делая, как бы, более прозрачным наш рынок, стараясь вынести на обсуждение общественности, в том числе, проблемы, которые существуют в страховом рынке, и позицию страховщиков по поводу тем и проблем, которые существуют. Наверное, мы пытаемся эту ситуацию изменить. Ведь, конечно, нам хочется, чтобы все понимали, что это тоже нормальный бизнес со своими проблемами, своими, там, точками роста и проблемами роста, да, потому что рынок развивающийся. Но при этом мы все хотим работать во благо, во благо этого рынка, во благо нашей отрасли и своих компаний. Ну, конечно, ну, изначально говоря о мотивации, о такой, да, глобальной мотивации, пафосной мотивации, это действительно благо страхования, это благо, потому что, вот, не дай бог, что-то случилось, да, у тебя есть к кому обратиться за поддержку. Паш, как ты думаешь, что нужно сделать-то, чтобы, ну, так, принципиально изменить вот эти имиджи и потери? Я приведу пример опросов общественного мнения, которые были где-то 6 назад и в прошлом году, на тему, как вы относитесь, доверяете ли вы финансовым институтам, разным банкам, страховым компаниям, инвестиционным компаниям. То есть перечень был некий, да? Ну, был набор самих рынков финансовых, ну, в смысле, этот опрос был среди физических лиц, и поэтому с точки зрения услуг, которыми пользуются физические лица. И, ну, соответственно, первое, это доверяете или нет, и второе, это готовы ли вы или считаете ли вы возможным и правильным обманывать банк, страховую компанию, соответствующий институт. И вот опрос был сначала 6 лет назад, и второй раз он был в прошлом году. Принципиально изменилась ситуация по поводу банков. Уровень доверия вырос очень сильно, то есть если 6 лет назад доверяют, говорили, процентов 15 где-то от опрошенных, то уже в прошлом году это процентов где-то 40-45. То есть выросло больше, чем в два раза. То есть почти половина уже прямо сказали, что доверяют. Не доверяют категорически банкам. Вот как раз 6 лет назад говорила половина, сейчас примерно процентов 20. То есть поменялось наоборот это соотношение. Там еще в середине есть, там, затрудняюсь ответить, как обычно. Вот, то есть принципиально изменилась за 6 лет ситуация. Почему она изменилась? Тем более, что был кризис, были же проблемы у ряда крупных банков. Были всякие скандалы с некоторыми банками. И тем не менее ситуация принципиально изменилась как раз с точки зрения банковского рынка. И причем опять, ты говоришь, 6 лет назад это до кризиса, а 2 года назад это уже после кризиса. В страховых компаниях, сразу могу сказать, не изменилось вообще никак. Причем уровень доверия, он был сначала такой же, как к банкам, вот 6 лет назад. Сейчас он такой же и остался. И уровень недоверия, соответственно, остался точно такой же, как и был. То есть за 6 лет в банках произошел какой-то переворот в отношении со стороны людей. Страхование он не произошел. И это несмотря на то, что в кризис как раз с банковским рынком было очень много проблем, да, и они были известны. Но мы же, наверное, должны при этом отметить, что когда произошел кризис 2008 года, то банковская сфера получила помощь от государства. Страховой рынок не получил ни копейки помощи. И страховщики сами выкручивались из этой волны кризиса, хорошо ли, плохо ли. Но как бы для страхового рынка это был более тяжелый кризис, потому что он остался незамеченным для всех, но мы пострадали. И, наверное, до тех пор, пока в обществе отношение к страховщикам будет такое, какое оно есть, пока государство, требуя социальной ответственности от страховщиков, требуя от них выплат четкого исполнения обязательств, не изменит свое отношение к компаниям, наверное, хорошего ничего из этого не выйдет. Потому что та ситуация, которая последний год происходит на рынке, в связи с тем, что мы в прошлом году пытались принять новую программу стратегического развития страхового рынка, долгосрочную, да, и рынок разделился на две части. С одной стороны была программа, которую разработал Минфин, а с другой стороны была программа, которая предложила страховое сообщество совместно с международными консультантами. Извините, я перебью, мне кажется, во многих отраслях сейчас вот этот вот такой текущий тренд. Да, то есть государство внезапно занимает другую позицию, нежели сообщество деловое. Да, внезапно дает какую-то стратегию, да, это есть такое. Но здесь же все-таки от нас-то как раз требуют очень повышенных социальных обязательств и четкости в их исполнении, при этом не давая помощи. Вот если во время кризиса банковского банки бы не получили государственную поддержку, была бы череда банкротств и, наверное, бы доверие клиентов к банкам не было на том уровне, на котором мы сегодня... Потому что пострадали в конечном итоге. В принципе, я абсолютно согласен. Три фактора вот этого доверия, да, отличающие банки от страховых. Первое, да, действительно, в кризис была помощь государства. Я, правда, всегда делаю оговорку, что не нужно думать, что она была невозвратной за счет налогоплательщиков. Это не так. Она была возвратной, там были кредиты. Налогоплательщик этого не заметил просто-напросто. Ну, поддержка, безусловно, сказала очень сильно. Общая картина, тем не менее благостная. Второе, это то, что в банках давно работает система страхования вкладов, с этим сталкиваются как раз физики, да, и вот этот фактор, он самый существенный, который оказался, я думаю, потому что в страховании такой системы, в принципе, только посага нет. Возвращаюсь опять к конечному потребителю, я задумал взять кредит или я задумал открыть депозит. Естественно, да, вот прошлые годы, тяжелые, нелегкие примеры, да, о которых Лена говорила, меня, естественно, от этого, может быть, каким-то образом удерживают. Но потом я вспоминаю или мне говорят прежде всего, да, сотрудник банка, говорит, ну, не переживайте, есть же вот такая вот история, так что ничего нет. И вот это вот, да, решающим аргументом. Ну, и, соответственно, есть третий еще фактор, это прозрачность, на самом деле, правил и договоров. Все-таки надо признать, что в банках произошел некоторый прогресс, он там, может быть... Ну, кстати, этот прогресс опять под влиянием все-таки государства, да, наверное, государства, да. Сейчас действительно, то, что касается кредитных условий, кредитных договоров, раскрытия там, собственно, всех... Мелким шрифтом уже практически ничего не пишется. Ну, то есть уже более-менее это прозрачно и унифицировано. В страховании, опять же, каждая компания, в принципе, там, у каких-то компаний это все в порядке, у кого-то есть много-многих-то таких подводных камней, которые клиентам непонятны, но все оценивают, естественно, по самому плохому сценарию. А договора не унифицированы в страховании? Ну, кроме ОСАГО и обязательных видов нет. То есть каждый, да, игрок там свои сочинения. Это, мне кажется, тоже, на самом деле, задача, да, никто не говорит о том, что у всех должно быть, там, условно, одинаковая автокаска, да, абсолютно одинаковая. Конечно, такого не может быть. Но базовые, вообще-то, правила и базовые вещи, они должны быть одинаковые, а сейчас они не одинаковые. И я считаю, что это тоже такой факт. В разговоре, да, о том, что ищутся пути развития дальнейшей точки зрения государства, Минфина и точки зрения страхового сообщества, вот там, вот эта юридическая сторона тоже обсуждается? Да, мы обсуждаем как раз необходимость унифицированных договоров и правил, более прозрачные системы взаимодействия между страховыми компаниями, вот как по ОСАГО сегодня существует. Вот, естественно, это требует времени, это не сразу получается, потому что, с другой стороны, это способ для тех, кто использует методы недобросовестной конкуренции, у тебя забрать клиента, потому что информация о твоем клиенте, о твоем контракте становится доступной. То есть, с другой стороны, вот это отрицательное лобби и в среде самого сообщества присутствует, да, то есть кто-то просто тормозит, тормозит. Да, и остороженность к этому у ряда коллег, потому что, допустим, есть же ситуации, когда, например, есть необходимость объединиться, да, вот, ну, не секрет, там, несколько лет назад достаточно серьезные проблемы со стороны КАСКО происходили в Питере, да, там, мошенничество и угоны были поставлены на профессиональную волну, и неоднократно страховое сообщество между собой обсуждало, что давайте договоримся, не будем договориться с мошенниками, когда они к нам приходят, за полцены вернем машину, которую вас угнали. А они договаривались, тем не менее, да, ну, какие-то случаи были. А при этом, как бы, сидя за одним столом, да, давайте, а выйдя из кабинета, они думали, так мне же выгоднее заплатить 50%, и вот пока страховщики все сами вот до конца не поймут, что все-таки общие интересы, они все равно выше личных, потому что тогда лично будет легче работать и одной компанией, и второй отдельно взятой. Сегодня ты с этой стороны, да, с этой стороны стола, а завтра ты можешь там оказаться, и таким образом ты стимулируешь опять мошенничество. Это такая проблема, которая для всех рынков, я бы назвал, там, эффект Паниковского, да, всегда будет Паниковский, который нарушит конвенцию, да, вот, и, к сожалению, я не знаю, как возможно ли вообще с этим бороться, да, только должно быть какое-то счастливое ощущение обстоятельств, когда все реально договорились, все исполняют. Ну, Паниковский, он рано или поздно, он все-таки, да, со своим гусем мимо пробежит, мы можем потом Паниковского исключить, или это никакой? По идее его надо исключать, конечно, да, и жестко. Можем мы этого сделать? Или, опять же, законодательство так не... Да, если это будет один. Вопрос в том, что если луковить начинают несколько, то это гораздо сложнее сделать. Наверное, все-таки пока что нас еще много, если бы нас было меньше, бы лучше договаривались, хотя, в общем-то, наверное, и самые крупные с трудом договаривались. А что касается много-мало, это непосредственно болезнь роста, да, сначала много мелких, потом, естественно, идут там поглощения какие-то, кто-то не выживает на рынке, то есть вот это нормальная ситуация. Ну, это естественный процесс, конечно, в условиях развития экономики укропнение и концентрация, консолидация будет происходить, но, к сожалению, последние несколько лет это затормозилось, и, в общем-то, нет ни одного такого большого примера успешной консолидации, вот, наверное, со времен кризиса. Ну, она затормозилась в том числе как раз в связи с тем, что перед кризисом было несколько крупных сделок, вот, и они все, эти сделки все, реально все, разочаровали инвесторов. Там был заход иностранных инвесторов. Ну, понятно, но они разочаровали-то по причинам кризиса, а не по причинам и качества. Не только, не только. Ну, объясните. Здесь же еще сказывается фактор того, что у нас специфика нашего рынка действует. Вот, возвращаясь к началу, да? Мы вначале об этом говорили, на самом деле я очень много и достаточно с большим интересом занималась изучением особенностей развития страхового рынка в России и в развитых цивилизованных странах, там не только Европа, потому что есть европейская модель, есть американская модель, они отличаются. Но для нас, как бы, это не важно даже, в чем они сейчас отличаются. Важно в том, что у нас очень много трендов, которые идут в обратную сторону относительно рынка развитых стран. Это не связано с моделью конкретной, да? Нет, это, ну, это в том числе связано с ментальностью, это в том числе связано с экономическим уровнем жизни людей, потому что, допустим, опять-таки, возвращаясь к нашему несчастному, любимому, злополучному автокаска, да, там в Европе, например, вы посмотрите, очень много машин с царапинками ездят спокойно, никто не бежит к страховой компании. Потому что, если вы сегодня пойдете в страховую компанию, заявите вот эту царапину, на следующий год вам коэффициент бонус-малус, о котором мы уже говорили, будет такой, что вы 10 раз потом подумаете, а вообще стоит ли ходить в страховую компанию. Но вы при этом должны это сделать, чтобы обезопасить себя от каких-то серьезных проблем, там, не дай бог, наводнение, или там с машиной что-то произойдет такое, что она утратит полную свою стоимость. Поэтому в Европе клиенты очень аккуратно относятся, потому что они, в принципе, относятся к страховке как к обязательному расходу по своей жизни. Например, мы все спокойно воспринимаем, что мы должны платить за свет, за газ, за телефон, да, там, никто не оспаривает, что мобильный телефон надо ежемесячно там оплачивать. Точно так же они относятся к страховкам. Что в России происходит? В России мы считаем, большинство наших сограждан считает, что страховые продукты – это способ либо получить денег заработать... Да, да, то, чтобы... Либо налог какой-то. Либо, ну, это принудиловка, как в ОСАГО, нас заставили, ну уж точно я за это все, что смогу, то получу назад. Либо меня заставили, например, при ипотеке или при автокреде заставили заплатить страховку, но я все равно найду способ их нагреть, там, либо перестану платить страховку, потому что банк через два года как-то так может уже забыть контролировать, заплатил я очередной страховой взнос. Извини, пожалуйста, и, кстати, не случайно, видимо, вот эти вот возможности, некоторые банки представляют возможности, да, без, допустим, без каска брать автокредит, да, это как раз вот в этом же, в этой же логике. Ну, тогда будет выше ставка. Ну, тогда ставка будет, но давайте говорить так, ни один банк себе в убыток это делать не будет, поэтому страховка, по сути, дает возможность снизить процентную ставку, потому что, с одной стороны, я меньше процентов с клиента получу, но, с другой стороны, если, не дай бог, с этим клиентом что-то случится, я заработаю, я свои деньги отобью обратно. А, и, знаете, наверное, с точки зрения, вернусь к вопросу о доверии людей страховым компаниям и банковским, банковские продукты для человека более понятны. Лен, проси, пожалуйста, я сейчас прерву, мы новости на Финам.ФМ послушаем, а потом об этом обязательно поговорим. Ну, что ж, друзья, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам.ФМ, мы сегодня обсуждаем тему рынка страхования. Ну, и сразу же, послушали мы новости, и сразу, Лен, продолжай, пожалуйста, свою мысль, и так вот по поводу... Итак, что я хотела сказать, что банковские продукты более понятны для клиента, да, там, ты пришел, либо деньги на депозит получил, получил с процентами, либо взял кредит, ты возвращаешь, платишь, ну, платишь банку проценты, но ты, по крайней мере, понимаешь, ради чего ты это сделал. В страховании большая часть продуктов это вмененные вещи, то есть человек осознает, зачем ему это надо, только когда что-то случилось. У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится, поэтому в большинстве случаев, даже если они и там добровольные какие-то вещи страхуют, воспринимают это как некий оброк. А как мы относимся к любому оброку, да? Ну, это по определению понятно, что такое оброк. До тех пор, пока мы не начнем относиться к страховым продуктам как потребности нашего спокойного уровня, там, определенного уровня жизни, стабильности, спокойствия за своих детей, что, не дай бог, со мной что-то случится, со мной произойдет несчастный случай, мои дети не будут на улице, там, будут жить нормально, по крайней мере, какое-то время. Вот в этой истории это очень важно, потому что ментальное отношение общества, менталитет каждого конкретного человека к этому бизнесу не изменится, пока мы каждый не поменяем вот это восприятие к страховым продуктам. И тогда, наверное, общее отношение людей к бизнесу будет другое. И страховщики, наверное, тогда будут немножко по-другому относиться, потому что если ко мне клиент будет приходить не с каждой мелкой царапиной, просто ремонтировать свою машину от любого скола, который он там получил, а только в случае, на самом деле, серьезных вещей, от чего, в общем-то, мы и страхуем, я, наверное, обслуживать их буду более быстро, потому что у меня не будет вот этого огромного потока мелких убытков, которые в нормальных странах просто не попадают в поле зрения страховых компаний. Ну и просто, если говорить о мелких сколах, то это них, да, я все время думаю, что вот пришел ко мне с камнем за пазухой, да, это наверняка опять что-то задумал против меня. Кстати, если возвращаться к этим самым мелким царапинам, а как их убрать, эти царапины, за свой счет в этом случае, или, может, просто как в Европе вот ты рассказывал? Ну, а скажите, что вы делаете, если, я не знаю, у вас какая-то вещь немножко потеряла свой первоначальный вид, да, то есть... Ну, если есть возможность, да, я ее... Ну, в России к этому очень такое сложное отношение, реально оно отличается от других стран. Но у России какой-то культ, что культ автомобиля, ну, должен быть идеально новый, как будто бы, да. Это странно на самом деле, да, это совершенно нормально, если у автомобиля есть царапины какие-то там небольшие. Потому что ему уже не один, и два, и... Да, может быть, конечно, в Европе тоже есть специфика, что там паркуется на звук, да, как известно. Да-да-да, банкеры... И там поэтому все с царапинами, смятинами на бамперах, да. Это, может быть, тоже какая-то там своя специфика. Но такой культ, что вот у машины царапины быть не должно, хотя машине может быть там 5 лет, например, да, Это, конечно, абсурд, но в России это принято. Наверное, это... Я за свой счет, если убрал царапину, я, тем не менее, со страховой компанией продолжаю сотрудничать, она мне не скажет потом, если что-то случится. Это же не заявлено как случай, да? Для меня, как для страховщика, очень важно, что если у меня в договоре прописано, что в случае какого-то несчастного случая с машиной что-то происходит, я возмещаю его стоимость в соответствии с правилами, которые у нас прописаны. Вы приходите ко мне, у вас произошел, на самом деле, серьезный несчастный случай, а не сколы от камушков на вагровейной дороге, да? И я, конечно, возмещу эти расходы, либо отремонтирую машину, верну ее вам в целости и сохранности. Но, опять-таки, страхование не должно быть способом содержать свою машину в новом состоянии на протяжении всего периода жизни этого автомобиля. И еще, наверное, очень важно, что, допустим, в России, почему, наверное, культ вот этих машин, я не знаю. Но вот то, что я вижу, у нас почему-то человек как бы на последние деньги старается купить максимально дорогую машину, а потом над ней трясется. Вот в Европе все-таки в недвижимость вкладываются, и недвижимость страхует. А у нас у человека, даже если есть дорогая квартира и дорогая машина, машина может стоить меньше, чем квартира, но страховать машину он будет, а квартиру страховать не подумает. Я где-то читал забавную такую фразу, что если посмотреть на автомобиль на Московской улице, он говорит не о количестве у него имеющихся средств, а о количестве средств, которые он занял, которые он должен банку и так далее. Ну, какой-то культ автомобиля у нас, конечно, есть. Совершенно верно. А по поводу маленьких царапин еще же есть франшиза. Да, вот мы не должны забывать, да, в принципе, на Западе очень распространено страхование с франшизы, когда, собственно, как раз маленькие-то как раз царапины, они не попадают. И клиент платит меньше, то есть взнос-то от этого уменьшается, но, собственно говоря, а зачем ему страховать вот на эти мелкие царапины, если он понимает, что, во-первых, если он будет их все время заявлять, то это увеличит тариф в следующем году. Во-вторых, проще либо их не делать, либо делать за свой счет, взносы из-за этого меньше. В общем, всем хорошо, и страховой компании хорошо, и клиент не тратит свое время, силы на то, чтобы какую-то мелочь там заявить, да. У страховой компании бизнес-процессы получается дешевле, потому что только крупные убытки покрываются. В общем, это всем выгодно. Почему у нас не распространено? Я считаю, что одна из главных проблем и, наверное, главнейший фактор, то, что у нас рынок посредников. Вот это главный фактор, еще одна особенность нашего страхового рынка. Вот у нас список уже составленных особенностей, да. Фактически, мы вот все время говорим, клиент страховая компания. В России главный участник страхового рынка, который имеет все преимущества и перед клиентами, и перед страховой компанией, у него самая сильная переговорная позиция, потому что он сидит вот там, где его никто достать не может. И к нему никто не может явно ничего предъявить, никаких претензий. При этом он получает достаточно большие деньги, и доля посредников во взносах, она огромная. И агенты, и брокеры, и банки, как посредники, да, они получают очень большую часть взносов. И при этом посредники определяют и структуру рынка, и куда эти взносы уходят, то есть какие страховые компании. Посредники, да, этими потоками управляют. Посредники, чем это плохо, да, посредники зачастую заинтересованы только в получении, как бы в данный момент, самого большого комиссии. Комиссии совершенно, да. Чем еще, в принципе, посредник может быть заинтересован? Хороший посредник должен, конечно, быть заинтересован, чтобы клиент с ним работал много лет, и чтобы он был доволен. Платил ему комиссию совершенно. Может быть, комиссия в этот год будет меньше, но он знает, что если это будет работать. А откуда они здесь, эти посредники? Они сидят в автосалонах, это банки, это, соответственно, просто какие-то брокеры и иные формы. Вот ты говоришь, чем плохо-то еще, да, посредник может перенаправить в компанию, которая заведомо ниже по финансовой устойчивости, качество обслуживания хуже, но конкретно эта компания, именно поэтому она платит сейчас большую комиссию, и поэтому он туда перенаправляет клиента. Ему, в принципе, пофигу, чтобы быть клиентом. Абсолютно так. И второй, да, он только заинтересован в комиссии сейчас. И франшиза. Такой посредник не заинтересован в том, чтобы был договор с франшизой. Почему? Потому что если будет франшиза, будет ниже взнос, ниже комиссия. И еще нужно объяснять клиенту что-то, как это делается, что такое франшиза, зачем ему это. Конечно, он стандартный полис, и все. Лен, так вот, посредники, это тоже большая беда, я так понимаю. Откуда они взялись-то? Почему вы их терпите? Невозможно никак опять, да? Особенность нашего рынка сложилась, так сложилась ситуация, что многие крупные посредники пришли сюда на этот рынок раньше, чем страховые компании стали сильными. На Западе, в Европе в частности, посредники очень слабы в переговорной позиции с страховыми компаниями. Правила игры диктуют страховые компании. Что логично все же, да? Да, у нас ситуация обратная, и, к сожалению, ситуация, когда отдельные посредники требуют комиссию 50%, а то и 80%, к сожалению, такие истории на рынке существуют, мы об этом знаем. Они, конечно, уникальны отчасти, потому что, ну, вы понимаете, мы можем много говорить с клиентом о справедливости цены услуги. Но если у меня из моей стоимости этой услуги 80% или даже 50% забирает посредник, который ничего больше не делает... Только привел клиента услуги. Да, он только привел клиента, либо только он решает, куда в данный момент пойдет этот клиент, потому что в салоне, салон продает машину. Вот вы можете застраховаться в пяти компаниях, которые мы вам предлагаем, потому что эти пять компаний заплатят нам комиссию, которая нас устроит. Это ведь только так работает. Или банк, да, вот банк предлагает страховки. Комиссия, которую получит банк, она априори для него известна. Клиенту не всегда прозрачно. Почему очень много споров сделать прозрачными комиссии, которые банк получает от страховых компаний в качестве агента? Поскольку и дилеры, которые пришли к нам, особенно вот западные, да, вот структуры, и банки, в первую очередь, западные банки и даже наши большие, они достаточно сильны, и они встали на ноги и получили лучшую репутационную вот эту вот составляющую на рынке. До того, как страховые компании встали на ноги, они диктуют свои условия. До тех пор, пока не ведутся ограничения на комиссии, до тех пор, пока посредники не будут взяты под контроль. Под контроль кем? Страховым сообществом или государством? Здесь, наверное, даже и не важно. Важно, чтобы, в принципе, они контролировались, потому что мошеннические действия со стороны, посредников, они достаточно распространены. Я не буду в этом обвинять банки или крупные дилеры, да, возьмем, например, брокеров. Ведь что происходит? Это как бы головная боль, бич многих компаний, брокеры и агенты, да, они приносят большую часть бизнеса сегодня, но, к сожалению, это проблема, с которой сталкиваются все розничные компании и, в общем-то, корпоративный бизнес тоже. Брокер приносит тебе бизнес, ты должен заплатить ему комиссию, но при этом очень часто в рознице брокер выступает от твоего лица, подписывая полисы твоим именем, а потом по договору он обязан тебе передать документы и деньги. Так вот, нередки случаи на рынке, когда о том, что брокер продал тот или иной полис, ты узнаешь только тогда, когда клиент пришел с убытком. То есть они не сдают вовремя полисы, они не сдают вовремя деньги, мы теряем возможность. И обвязать вы не можете их, да, в этом? Да судитесь сколько хотите, другого способа у вас нет. И на самом деле вот эти тяжбы между посредниками и страховыми компаниями, они занимают очень много времени у страховых компаний, и до тех пор, пока рынок не будет в этом вопросе изменен, до тех пор, пока он не станет цивилизованным, до тех пор, пока, в конце концов, все посредники поймут, что ни один клиент не станет платить комиссию больше 10-15% посреднику, потому что он чутко понимает, сколько из этих денег пойдет страховую компанию, а сколько пойдет посреднику, ничего не изменится. Сейчас рассматриваются варианты, и страховое сообщество очень активно предлагает варианты взять под контроль, создать реестр недобросовестных. Вот, например, у меня есть посредник, который со мной поступил непорядочно. Я его вношу в этот реестр, все страховые компании могут зайти и посмотреть. Вот это посредник, который плохо платит или там занимается мошенничеством с бланками, строгой отчетности. Мы же несем ответственность перед, например, РСА за бланки строгой отчетности посадок. Ну, это, кстати, мы возвращаемся к базе информации, которой все должны пользоваться, которая всем должна быть доступна. Прозрачность, да, здесь, конечно, сыграет очень большую роль. Сейчас, в отличие от банков, действительно, каждая страховая компания фактически живет в своем информационном поле, и у нее основные все данные, которые нужно использовать реально для анализа, они только на основании своей статистики и своих клиентов. А вот нужен этот обмен общей базы данных. Огромное вам спасибо, уважаемые гости. Дело в том, что время-то уже закончилось. Я напомню, уважаемые слушатели, для вас сегодня в студии «Сухого остатка» были Елена Подберезская, председатель Совета директоров Бинстрахования, и Павел Самиев, заместитель генерального директора «Эксперт РА». Мы говорили о рынке страхования. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.